Долгожданные гонки на ездовых собаках прошли в Красногорске. После снятия антиковидных ограничений на лыжный стадион «Зорки» приехали около 50 спортсменов из Москвы, Московской и Рязанской областей. И впервые команда из Беларуси. Впечатление хорошее. Трасса очень интересная, очень увлекательная. Но, к сожалению, из-за погодных условий она небезопасная, скажем так. Не то, что небезопасная, но очень сложная. Надо хорошо размечать на трассе было. Хорошо. Состязания проходили в двух дисциплинах. Скиджоринг, лыжник с одной собакой и нарты с упряжкой, в которой могут быть от двух до шести четвероногих спринтеров. Протяженность трассы 5 километров, но простой ее не назовешь, говорят спортсмены. Чуть не угадал с лыжами и собакой из-за того, что жиговато было. И на спусках как бы придормаживал, чтобы не повредить ни собаку, ни себя. Можно было. Ну, нормально. Скиджоринг в Красногорске появился 8 лет назад. Тогда больше ста человек приехали попробовать себя в новом виде спорта. Сегодня организаторы планируют не только следующую гонку, но и строительство тренировочной трассы в районе реки Синичка для первой детской инклюзивной спортивной школы. Идея проводить на территории Красногорского леса большую, красивую международную гонку, она жива. Я думаю, что мы и спонсоров найдем, и увлеченных людей мы найдем. И сами мы готовы включиться, и администрация помогает. Лучшее время сразу в двух дисциплинах показал Алексей Морозов из Одинцова. Среди женщин в спринете победила лыжница Ирина Московкина из Красногорска. В нартах с шестью собаками в упряжке не было равных Юрию Горюнову. Самыми быстрыми в этой же дисциплине в своей категории стали также Дарья Дорошина и ее четыре питомца.